Какая же она красивая! Наша страна! Раскидистые зеленые луга и леса, разноцветные сельскохозяйственные поля и, конечно, всех оттенков синего реки и озера. Муховец, Буг, Днепр, Соша, Свейская и Нарыч и многие другие реки и озера, названия которых мы, белорусы, знаем с самого детства. Вся наша культура воспевает водный жизненно важный ресурс нашей страны, научиться ценить, сохранять и, главное, защищать наша главная задача. Это и подчеркивают работники Брестского областного краеведческого музея, которые открыли первую в их практике выставку, посвященную именно теме водного ресурса Брестской области. Решили ознакомить людей с красотами наших водоемов, потому что, как бы там ни было, вода – это достаточно важный ресурс, и наши реки и озера, как вы можете посмотреть по фотографиям, очень интересные, очень красивые. Я думаю, если люди увидят на фотографиях, как это все выглядит, они захотят посетить эти места, сами увидеть их и поймут, что наша природа также очень прекрасна, и не надо ехать куда-то очень далеко, чтобы пребываться красотами. Мы этой выставкой еще раз хотим исчерпнуть красоту нашей родной природы, еще раз попытаться убедить наших людей, что не только красив берег Турецкий, да, и Африка, как той песни, но нам тоже есть чем похвастаться, нам тоже есть чем гордиться. И вот это экологическое воспитание, которым занимается наш сектор, это, конечно же, одна из основных составляющих, я считаю, патриотического воспитания растающего поколения. Работники музея организовали конкурс фоторабот, на который откликнулось много небезразличных людей, с радостью поделившихся своими фотографиями, представленные на выставке работы совершенно разных лет, что важно и ценно, ведь это позволяет наблюдать, как с течением времени менялись и водные артерии нашего края. На вернисаже представлены 52 фотоработы авторства Василия Петрова, Натальи Зеленкевич, Дмитрия Ивченко, Вадима Прокопчука, Елены Шнек, Василия Пашилюка и Александра Жуковского. Вода, она живая, потому что сфотографировать реку и озеро, выйти, например, сейчас ничего не получится, надо настроение, надо свет, надо увидеть картинку, поэтому, что для меня вдохновение, в первую очередь вдохновение, потому что это живой объект, за которым интересно наблюдать. Она всегда интересная, она всегда разная, поэтому можно снимать одну реку, муховец, например, сотню раз, можно каждый день снимать, снимать, снимки будут все разные. Есть одна простая истина, которую нужно понимать. Пользуясь ресурсом, который нам предоставляет сама природа, важно платить ей взамен добросовестным отношениям, соблюдением порядка, любовью и, конечно, заботой.